Утро на Болткоме Добрый день для вас в Токио плюс 6 часов от Латвии Добрый день и доброе утро для Латвии Итак, я честно говоря по времени не очень понимаю Еще не было церемонии открытия Паралимпийских игр, правильно? Она сегодня вечером должна состояться Да, по латвийскому времени в 3.50 будет прямая трансляция открытия Паралимпийских игр По латвийскому каналу и по ютуб-каналу Латвийского Олимпийского комитета И Латвия, если я правильно помню, до этого по японскому алфавиту Одна из последних стран выходит, там 204-я кажется Да, мы в десятки последних стран будем выходить, если я не ошибаюсь И все это время, вот именно с бытовой точки зрения Все это время вы будете там стоять, сидеть, ждать Когда наступит очередь в этой какой-то подсобке Да, все верно, так все и будет происходить Вы будете выступать на двух дистанциях, да? На этой Паралимпиаде? Выступать на одной дистанции, только на спине Мы знаем, что на Паралимпиаде не будет зрителей Из-за мер эпидемиологической безопасности Насколько это, в принципе, важно для спортсменов Особенно, когда речь идет о таком виде спорта, как плавание То есть, вот вам лично помогали, мешали ли болельщики Или это не имеет большого значения на самом деле? Ну, болельщики в любом виде спорта дают свою энергию И наполняют тебя эмоциями и силами Показать лучший результат Но в плавании, например, ты пока плывешь, ты никого не видишь И не слышишь, кроме самого себя Ну, когда ты выходишь на старт, зрители всегда помогают Эмоционально это прям дает больше энергии То есть, все-таки будет не хватать, к сожалению, людей? На данный момент у меня, я знаю, что на утренние заплывы даже спортсмены и тренера не могут смотреть На трибунах находиться вечером На финальных заплывах уже команда может присутствовать Я думаю, там намного будет легче и будет поддерживать наша команда друг друга Насколько у нашей команды есть надежды на медали? Насколько вот, ну, сильные... Да, у нас есть очень опытные спортсмены, есть те, для кого это первая Паралимпиада На что рассчитывает команда в целом? В целом это спорт, и тут каждый может претендентовать на медаль Но наша сборная, я, ну, довольно уверенно могу сказать, что мы в хорошем, сильном составе У нас уже были золотые медали на пролимпийских играх У нас замечательные спортсмены, замечательная команда И я думаю, мы будем бороться за лучшие места и за лучшее время За лучшие результаты Так что главное, чтобы вся наша Латвия нас поддерживала И мы сможем намного больше сделать Да, и может быть скажу, что один из участников латвийской сборной на этой Паралимпиаде Это дискобол Айго Рапинис Для которого, если не ошибаюсь, это шестые Паралимпийские игры Это, ну, достижение для любого спортсмена Это очень супер, и в этом году он понесет флаг вместе с Евой И за шесть игр, это в первый раз, когда Айго понесет флаг на открытии Паралимпийских игр Это вау Я напомню, что мы на прямой связи с Токио Где сегодня стартуют Паралимпийские игры Телефон в нашей студии 67212-93-9, 67213-93-9 И с нами на прямой связи плавец Юрий Семенов Вот один из участников нашей команды Юрий, да, скажите, пожалуйста, по поводу плавания Вот какие у вас прогнозы? То есть, может быть, какие-то страны вы рассматриваете как самых главных конкурентов? Да все конкуренты сильные Тут нету слабых спортсменов Ну, неизвестно Все, это спорт Тут нельзя ничего предогадать Кто выиграет, кто проиграет Может быть, кто-то там, не знаю, нарушит какие-то правила его снимок Кто-то там просто так попадет в финал, откупается А в финале уже покажет суперрезультат Тут ничего неизвестно Мы знаем, что во время Олимпийских игр Очень многие спортсмены были недовольны Или, по крайней мере, их там смешили какие-то особенности проживания в Японии Для кого-то эти кровати преснопамятные Для кого-то какие-то правила и так далее На пара Олимпийских играх Насколько с бытовой точки зрения все устроено? Если что-то, что вы для себя уже отметили Все-таки Япония в целом достаточно уникальная страна Уникальная, условия у нас точно такие же, как и у Олимпийцев Все те же самые кровати, все то же самое Ну, в том плане, как вам удобно на них находиться Есть ли что-то, что хотелось бы улучшить, может быть, в местах проживания? Единственное, я бы хотел, может, побольше велосипедов в Олимпийской деревне Чтобы добираться из разных точек А так все устраивает кровать, удобно, картон, даже не чувствуется Блоки, которые находятся в матрасе, там три блока Их можно менять, они разные по мягкости И все достаточно удобно Нет никаких проблем С точки зрения эпидемиологической безопасности Вот все эти меры, которые принимаются На что вы уже успели обратить внимание? Насколько это ограничивает, может быть, передвижение по ООПу деревне? Ну, не сказать, что ограничивают Да, везде есть разметка, везде надо ходить в маске Единственное, что ты можешь находиться без маски в своей комнате Либо в столовой, когда ешь Все остальное И на улице, и в здании, и в лифте Удается ли что-то увидеть за пределами Олимпийской деревни? То есть, есть ли какие-то культурные программы, знакомства с Японией? Ну, по крайней мере, хотя бы после старта, понятно Сейчас все мысли о спорте, но потом Насколько я знаю, выходить из деревни нельзя Тебя сединить в дистанции, дискомпликация Единственное, что, ну, можно посмотреть город, когда едешь на автобусе до бассейна Город довольно красивый, виды суперские, большие многоэтажки Все время мы едем, все местные жители махают все время нам Мы им тоже махаем Все очень круто То есть, очень добродушно, да, встретили спортсменов? Ну, вот, наша команда, 8 человек, приехала за неделю до въезда в деревню И мы жили в городе Саджима Там мы и тренировались И вот нам волонтеры, которые нам помогали, они были очень добры Они говорили, если вам что-то надо, мы вам поможем Там для наших легкоатлетов был целый стадион Для меня выдали целый 50-метровый бассейн, где плавал только я, и никто больше И, ну, очень были... Они с нами общались и рассказывали, и фотографировались Мы когда ездили до бассейна, они нам рассказывали, что, где что находится, как тут красиво Ну, и все такое Это очень радует Да, то есть, получается, что, вот, я представляю себе разочарование японцев, которые готовились к этой Олимпиаде очень долгое время И ведь вот то, что пандемия отодвинула на год, а затем, в принципе, оставила без зрителей, без туристов, без какого-то, ну, вот, ощущения, может быть, праздника Вот здесь вот чувствуется какое-то, ну, не знаю, разочарование у местных жителей? Да, я думаю, да, потому что даже некоторые местные жители подходят к деревне, стоят с плакатами, там, что они рады нас видеть, там, машут нам все время Я думаю, для них, ну, для большинства это, ну, не очень хорошие новости, как бы многие, может быть, хотели бы прийти и поболеть, посмотреть, как их спортсмены выступают, как и другие спортсмены из других стран выступают Ну, спорт всегда интереснее, неважно, какой В контексте паралимпийской сборной нельзя не упомянуть высказывание, которое было сделано недели три назад парламентским секретарем Министерства спорта Сандейсом Рексничем Который сказал о том, что, мол, не должны мы так же оценивать наших паралимпийцев как олимпийцев За что абсолютно справедливо была критика высказана и в социальных сетях, и от министра образования И со всех сторон, насколько в команде вообще обсуждалось это высказывание, или, ну, ляпнул, ляпнул, ничего страшного Ну, это было неприятно, мне это было очень обидно, я был немного даже злой, потому что, ну, какое право мы можем разделять людей Мы такие же, как и олимпийцы, мы все наравны, все виды спорта интересны, ну, неважно, какая там конкуренция, меньше или больше Все равно, ну, плюс это очень, ну, морально, мне кажется, ударило по некоторым нашим спортсменам Что мы ждем поддержки, так же, как и мы поддерживали олимпийцев Я болел за всех, я болел за моих вот долговпилчанок, Анастасию Григорьеву и Анастасию Кравчонок Которые заняли четвертое и пятое место, я болел, я смотрел ночью все время все участие За всех наших ребят, и как баскетбол 3 на 3 участвовал, и гребля, и пятиборья, и легкая атлетика Я за всех болел, и также, ну, я буду болеть за наших спортсменов А то, что он высказался, то, что это не спорт, как бы мы не должны поддерживать Но это очень странно, потому что, ну, мы такие же люди, как и они, такие же спортсмены Почему так высказался, это было непонятно и как-то грубо с его стороны, мне кажется Ну, вот это, понятно, что само высказывание было максимально нетактичным и неправильным Но та волна защиты, которая сразу поднялась после, она, может быть, как-то дала обратные положительные эмоции Это было очень приятно, что достаточно, очень много народа, которые поддерживают нас И не согласно с данным утверждением, я получал даже многие, как бы, смс, что это глупости, не бери в голову Вы все равно справитесь с удачей, переживаете И, ну, поддержка была огромная, так что все очень хорошо А вот вы сказали, что вы смотрели Олимпиаду, поддерживали наших ребят, болели за них А как происходит, вот сейчас, когда у вас началась Паралимпиада, поддерживают ли латвийские спортсмены вас? Может быть, вы поддерживаете какой-то контакт, как бы, общаетесь? Ну, многие спортсмены, да, вот, были люди, которые, ну, я с ними так сильно не общаюсь, но мы занимаемся плаванием И они мне писали, что вот, мы за тебя будем болеть, что мы будем смотреть, присылая только что, когда И, как бы, с других ребят я знаю тоже, что будут болеть Насчет, ну, Олимпийских, я не знаю Я думаю, что они тоже будут интересно посмотреть, поболеть за своих Потому что это всегда интересно Даже вот сейчас, когда еще вот открытие будет только у нас вечером для вас, это днем В деревне, прямые трансляции на телевизорах, ну, не прямые трансляции, а повторы Олимпиады, я смотрел многие игры даже наших ребят Показывали игру за бронзу наших девушек в волейболе И я сидел, и как первый раз все переживал, смотрел, и знаю уже весь результат Да, напомню, что Паралимпийские игры начнутся сегодня И в 15.50, если я не ошибаюсь, по латвийскому времени Можно будет посмотреть церемонию открытия Ну и потом, конечно, следить за выступлением нашей сборной Семь спортсменов от Латвии приехали на Паралимпиаду По сравнению со многими командами, наверное, не такое большое число Но дает ли это какой-то сплоченности внутри коллектива Что вот у вас семеро, вы все друг друга знаете и рядом находитесь Я скажу, у нас команда вообще всех паралимпийцев Мы все друг друга поддерживаем, мы все общаемся Все время мы дружно все ходим, гуляем, общаемся, помогаем друг другу Как бы тут никто в одиночестве не остается, и все хорошо Юрий, у меня такой достаточно, может быть, не знаю, профанский вопрос Но я думаю, что людей, может быть, тоже интересует Если мы говорим про олимпийские игры Вот именно про олимпийские игры, здесь все понятно То есть спортсмены соревнуются и кто сильнее, кто выше, кто дальше А вот если идет речь о паралимпиаде По каким принципам все-таки классифицируются спортсмены? Потому что понятно, что у кого-то, может быть, заболевания более серьезные У кого-то менее Я знаю, что вы плаваете в группе С8 И вот могли бы вы пояснить просто для наших слушателей Как отбираются, как классифицируются по группам Чтобы соревнование было честным У кого-то мышечное, значит, атрофирование мышц В какой-то, ну, в одной стадии у кого-то, в другой Чтобы было соревнование абсолютно честным между спортсменами-паралимпийцами Ну, скажем так, в каждом виде спорта в паралимпийском Есть свои классификаторы, которые ты должен там раз в три, раз в четыре года проходить И они тебя проверяют Насколько ты, ну, скажем так, какие у тебя есть отклонения Чтобы подобрать группу, чтобы спортсмены были на равных условиях Например, вот в легкой атлетике и в плавании больше всего групп Где там больше шансов, что, ну, все люди смогут участвовать В некоторых спорта там меньше ограничений Как бы не все паралимпийцы смогли бы там участвовать Например, вот у меня в плавании 14 групп Где с первой по десятой группу это физические отклонения Где десятая группа это минимальные какие-то физические отклонения И при первой группе, вот с 11, это самые большие, как бы, ну, спортивные недуги И не знаю, как сказать правильно Также вот с 11 по 13 группу это группа по зрению Где полузрячие, полностью незрячие и частично И также 14 группа это умственно-физические отклонения Если не ошибаюсь Не точно, наверное, сформулирован Ну, в смысле, да, понятен Хотела узнать у вас, как долго вы готовились к Олимпиаде Ну, то есть известно, что для спортсменов это одно из самых главных событий в их жизни И, наверное, идет и волнение, и очень долгая подготовка И как вообще происходит отбор на Паралимпийские игры И учитывая, что на год было отложено Паралимпийские игры Что наверняка сбило ритм тренировок В общем, как это все повлияло? Ну, скажем так, в Паралимпийской плавании я пришел в 2018 году Тогда я выиграл Европу До этого я занимался плаванием с трех лет Когда с 2000 года меня родители как привели в бассейн Я так и все время, всю свою жизнь, грубо говоря, занимался плаванием В 2018 году я пришел в Паралимпийское плавание Выиграл Европу В 2019 году был чемпионат мира, где я занял четвертое место И благодаря этому я выполнил норматив И был в десятке сильнейших спортсменов мира Что один из значительных плюсов, чтобы пройти на игры И в 2019 году, в сентябре, уже было известно, что я поеду на Паралимпиаду Официальные баги с подтверждением пришли уже в начале 2000 года И уже в марте начались проблемы с ковидом, перенесли Но как бы это очень обидно Я думаю, в прошлом году я, возможно, бы лучше выступал Но никто не знает Может, я в этом году хорошо выступил Единственное, что да, были проблемы с тренировками во время ковида Негде было плавать несколько месяцев И приходилось набирать форму заново Это было тяжело Но в последние месяцев 5 до Токио Я тренировался по 2-3 тренировки в день Я успел сделать и сборы И мы съездили на Европу Приблизительно знали свой результат И уже от этого еще больше отталкивались Как нам тренироваться, чтобы в лучшей форме подойти к Токио Да, известно, что во время пандемии Занятия спортом были запрещены в Латвии И многие спортсмены жаловались на то Что невозможно найти место Насколько для пары спортсменов, для паралимпийцев Тем более, насколько это была проблема И как она решалась Была ли какая-то, не знаю, может быть, помощь От какого-то государства Или это была просто пауза на несколько месяцев И ожидание конца Не могу говорить за всех спортсменов Но мне, ну так же, как и олимпийцам Можно было тренироваться спортсменам Которые входят в сборную Латвии Так как я вхожу в сборную Латвии Паралимпийскам Я так же мог тренироваться Когда было, ну, данный закон указан Так же очень сильно Я знаю, что нам помогал наш спонсор Мэна Саптека Который спонсировал наши тренировки И не только мы, но и всех остальных спортсменов И тех, кто даже еще пытался отобраться в Токио Так что во вторую половину Ну, вот, как-то скажем С весны уже было намного легче тренироваться Ну, все Ну что же, мы напоминаем нашим слушателям Что это прямое включение из Токио И пловец Юрий Семенов Наш паралимпийец Да, сегодня начинаются паралимпийские игры Будем следить, будем болеть Ну, к сожалению, да, уже говорили Не на стадионах, но на расстоянии Точно будем болеть И удачи вам в выступлениях И всей команде Спасибо большое за то, что из Токио к нам Мы подключили все удачи Огромной удачи Главное, чтобы сборная знала, что мы за нее болеем и поддерживаем Да Ни пуха, ни пера Ну, а мы продолжаем У нас после короткой паузы Возвращаемся в студию Поговорим о латвийском вестерне Первом латвийском вестерне Это был снят в нашей стране Не переключайтесь Поговорим о латвийском вестерне